Запись пошла. Добрый день. Глубоко уважаемые члены Диссертационного Совета. Сегодня мы работаем в очно-завочном формате. Скорее всего, это последнее заседание в таком формате, поскольку обещают с 1 мая все заседания только в очном формате. Все, кто должен был, зарегистрировались с помощью сервиса Microsoft Forms. Утвержденный состав Диссертационного Совета ПДС 0200001 15 человек. Присутствуют очно и заочно 13 человек. Сергей Ильич, попросите выключить микрофон. Сергей Ильич, пожалуйста, микрофон выключите, случайно выключите. А, сейчас вот так. В том числе, 7 докторов по профилю рассматривая диссертации. Таким образом, кворум есть. Разрешите открыть заседание. На повестке дня защиты диссертации Зорина Александра Валерьевича на тему символно-численная реализация модели квантов присмелений водородоподобных атомов. Диссертация представлена на соискании ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 05.13.18. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ. Научный консультант, доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры прикладной информатики и теории вероятности РУДН, Севастьянов Леонид Антонович. Нет ли возражений по повестке дня? Если возражений нет, то приступаем к рассмотрению диссертации. Работа выполнена на кафедре прикладной информатики и теории вероятности РУДН. Официальные оппоненты. Доктор физико-математических наук Милежик Владимир Степанович. Доктор физико-математических наук Гербов Владимир Леонардович. Доктор физико-математических наук РУДОЙ Юрий Григорьевич. Доктор физико-математических наук Сырулев Александр Николаевич. Слово для оглашения документов, имеющихся в деле соискателя, предоставляется ученому секретарю Совека Анастасии Вячеславовне Димидовне. Анастасия Вячеславовна, зачитайте, пожалуйста, документы. Соискатель Зорин Александр Валерьевич, 1961 года рожден, краезданин России. В 1986 году окончился отличие в Университет Рождества народов имени Патриса Лумов по специальности физика. В 1989 году в Северситационном совете Университета Рождества народов имени Патриса Лумова защитил диссертацию на сискание ученой степени кандидата физико-математических наук на тему «Матрица России нет для локальной и коммунитивной взаимодействия рождественских полей». Присуждена ученая степень кандидата физико-математических наук. В период подготовки диссертации являлся доцентом кафедры по информатике и теории вероятности Российского университета Рождества народов. Где и работает по настоящее время. Президентация выполнена на кафедре прикладной информатики и теории вероятности. Президентация ученого степени кандидата физико-математических наук, физико-математических и естественных наук Российского университета Рождества народов, научный консультант Севастя Наталья Наталья Антонович, доктор физико-математических наук, профессор-профессор по информатике и теории вероятности. Материалы личного дела, все документы имеются в личном деле, материалы личного дела и документы предварительные партизи соответствуют требованиям положения о порядке присуждения ученых в книге ВДН. Будут ли вопросы в связи с соглашением документов? Если вопросов нет, то слава предоставляется искателям для доклада. Я прошу, Александр Валерьевич, не более 40 минут. Хорошо, спасибо. Коллеги, все слышат меня? Уважаемые члены диссертационного совета, уважаемые гости, ваше внимание оставляется диссертация на тему символно-численной организации моделей плантовых измерений по дороге подобных актов. В конце прошлого века Курышкин предложил оригинальную версию квантовой механики с неотрицательной квантовой функцией распределения. Впоследствии выяснилось, что квантовая механика Курышкина совпала с операционной моделью квантовых измерений Буткевича. В свою очередь, квантовая механика Курышкина-Буткевича выяснилось, что является частным случаем стандартной теорией квантовых измерений. Однако до последнего времени компьютерная реализация модели квантовых измерений была реализована лишь в квантовой оптике. Поэтому разработка методов исследования модели квантовых измерений в приложении к квантовым системам с одним валентным электроном, в ее реализации в виде комплекса программ, верификации результатов является актуальной проблемой. Принцип статистического соответствия был разработан еще в эпоху установления квантовой механики в работах Террецкого и Блохинцева. Данный принцип был впоследствии реализован Курышкиным и его учениками. Квантовой функцией распределения занимались прежде всего Вигнер, который ввел в квантовую механику, Мойл, Мехта, Коэн, из отечественных ученых Стратанович, Тябкин и много-много других исследователей. Операциональная теория квантовых измерений изучала в работах Людовика, Дэвиса, Мьюиса, также в работах Вигнера, Араки, Брагинского, Воронцова и других исследователей. Стандартная теория квантовых измерений, разработанная трудами Чинцова, Найморка, Холева, Хеллстрома. Теоретическое исследование базируется на работах авторов Тарасова, Березина, Гейфанда, Веленкина, Славного, Печковского, Демкова, Островского и других исследователей. Целью данного исследования является развитие методов исследования в энергетических спектрах, автомавалентных электронов, водородоподобных атомов и ионов, атомов-щелочных металлов в рамках модели квантовых измерений Курышкина-Муткевича и их реализации в виде комплекса программ. Задачи, которые ставились перед исследованием, сформулировать и обосновать правила сфинтования Курышкина-Милля для измеренных наблюдаемых, изучить свойства операторов Курышкина-Милля, обоснованность, реализуемость и реализовать конструктивный метод релея РИЦа для описания спектра водородоподобных атомов, установить хорошую обусловленность матрицей операторов гамильтона водородоподобных атомов. Также ставилась задача модифицировать модель квантовых измерений Курышкина-Муткевича для атомов-щелочных металлов, реализовать на компьютере расчеты энергетических спектров водородоподобных атомов, а также пакет силы для численных компьютерных вычислений на базе МАЛКО. Что такое представляет собой формализм квантовой механики с неотрицательной квантовой функцией распределения? Всем известно, что стандартная общепринятая квантовая механика позволяет вычислить квантовые средние значения наблюдаемых физических величин в соответствии с формулой, которая представлена на слайде под номером 1А. Вместе с тем, в ряде случаев удается ввести в теорию такую функцию, обозначенную f от psi, которая позволяет вычислять квантово-механические средние так же, как это делается в статистической механике, в представленной формуле 1B. Такая механика, которая позволяет это сделать по вполне обоснованным причинам, получила название квантовой механики с квантовой функцией распределения. Квантовые функции распределения были известны достаточно давно. Основная причина, по которой они упоминаются не как основной инструмент квантовой механики, состоит в том, что они, как правило, либо принимают отрицательные, либо комплексные значения. И только в последней части XX века Курышкину удалось так переформулировать условия квантовой механики, что появилась возможность ввести неотрицательную квантовую функцию распределения, и это позволяет интерпретировать ее как обычную плотность вероятности. Но это достигается за счет существенного усложнения квантовой механики. В этой квантовой механике с неотрицательной КФР операторы определены с точностью до бесконечного набора квадратично-интегрированной функции ФИКАТЭ. Функции должны быть нормированы. В силу квадратично-интегрированной функции они допускают преобразование в ФУЕ. И в конфигурационном пространстве можно построить производящую функцию из этих вспомогательных функций, куда входят функции как от координат, так и от импульса. Правила построения квантовой механики с неотрицательной КФР. Для классической функции А от переменных У и П и Т, этой функции соответствует линейный оператор, явный вид действия которого на произвольную функцию квадратично-интегрированную представлено формулой 5. Вы видите, что здесь есть ядро этого оператора, есть сама классическая функция, и, собственно, это и представляет собой основное правило действия операторов на пространство состояния. При этом формула 6 представляет собой связь между функцией состояния ПСИ, вспомогательными функциями ФИ и неотрицательной квантовой функцией распределения Ф. Как видите, она заведомо положительна, поскольку включается для квадрат-модуля. Примечательным вопросом теории квантовой механики с неотрицательной функцией распределения является существование такой веточины, как дисперсия. Дисперсия существенно... Существенным значением существенного обстоятельства является то, что дисперсия, даже отдельно измеренной наблюдаемой, отлично от нуля. В связи с этим возникает вопрос о поиске состояния с минимальной дисперсией. Уравнение для поиска состояния с минимальной дисперсией представлено соотношением 8. В этом соотношении α среднее значение, d среднее квадратичное отклонение. В частном случае, когда дисперсия равна нулю, уравнение 8 переходит в уравнение 9. Это простое обычное уравнение на собственные значения. И вообще говоря, решение этих направлений между собой встречается. Если же нам удается определить собственное значение уравнения 8, то можно утверждать, что для любого состояния существует некое минимальное значение, меньше которого дисперсия опуститься не может. То есть точность определения даже отдельно взятой величины в квантовой механике с неотрицательной КФР ограничена. И известное соотношение неопределенности приобретает некое обобщение в этой квантовой механике, становится более общим. Это видно из соотношения 11. Вуткевич рассматривал несколько иной подход. Он рассмотрел пример измерения координаты импульса движущейся заряженной частицы с помощью фильтрующего электромагнитного лазерного импульса. Квантовый объект был в состоянии ПСИ-1 с функцией распределения Вигнера, дубль ГАДПСИ-1. Квантовый детектор в состоянии ПСИ-2 с функцией распределения Вигнера, дубль ГАДПСИ-2. Тогда квантовая функция распределения представляет собой свертку двух функций Вигнера, квантового объекта и квантового детектора. При замене чистых состояний до смешанных состояний, квантовая функция распределения также не претерпевает значительных изменений, и ее можно записать как свертку двух функций Вигнера, построенных от смешанных состояний. Полученное распределение Вуткевич назвал операциональным координатным импульсом распределения вероятности и соответствующему правилам построения операции, выписанным в соотношении 14, с точностью до обозначения, оно совпадает с правилом, написанным Курышкиным. Впервые тут явное изложение стандартной теории квантовых изменений в координатной импульсном представлении рассмотрел Гориана с авторами при обосновании операционального подхода к определению квантовой фазы. Несколько слов о терминах. Теория квантовых изменений изучает взаимодействие квантового объекта с квантом-индалитным прибором. Допускающим конструктивное описание в виде операциональной модели квантовых измерений. Это взаимодействие двух составных частей, прибор плюс объект, в который подсистема объект является неизолированной, а открытой. Мы будем на протяжении доклада сегодняшнего и вообще в тех документах, которые в диссертации, в авториабирате, используем термин «измеренный оператор наблюдаемый» для обозначения оператора наблюдаемой величины квантового объекта после воздействия на объект измерительного инструмента в процессе измерения. Математически говоря, это из проекции произведения оператора в объединенной пространстве составной системы объект плюс либор на пространство объекта. Я не настаиваю на том, чтобы этот термин как-то был установлен, прижился. Он не является общепринятым. Но, тем не менее, он облегчает проговаривание какой-то терминологии, облегчает изложение. Теория квантовых измерений Холио. Мы имеем изолированный классический объект, имеем н-мерное конфигурационное пространство, имеем два н-мерное фазовое пространство, классическую функцию гамильдона, n-1 интеграл движения, находящийся на эволюции Каш, ну и класс функции А классических и наблюдаемых. В случае квантового объекта мы имеем оснащенное гиддертово пространство, алгебру операторов состояний, или называемых также матрицами плотности, и алгебру квантовых наблюдаемых, полученных из классических наблюдений, наблюдаемых с помощью некоторой определенной процедуры квантования. При этом среднее значение наблюдаемых в состояниях РО определяется как след действия оператора от А на матрицу состояния РО. Между правилами квантования и квантовыми функциями распределения существует взаимно однозначное соответствие. Если у нас есть некое правило построения операторов, и КФР, которое обеспечивает построение квантовых функций распределения, то тогда между ними имеется соотношение, что определение квантовых средних с помощью действия оператора на состояние РО и с помощью квантовых функций распределения должны приводить к равенству. Для квантовых функций распределения, известных к тому времени, которые не являются неотрицательными, это было доказано Мехтой Куаном, для неотрицательных квантовых функций распределения было показано Куришкиным, соотношение 16. Примеры этих функций распределения и правил квантования, пожалуйста, КФР Вигнера, известная функция Вигнера, которая была исторически первой введена в квантовую механику, Она соответствует правилу квантования ВИЭ, таким образом, что выполняется в соотношении 17. Оферациональная КФР, которая была введена Буткевичем, квантовый объект измерили с помощью квантового фильтра. Есть свертка двух функций Вигнера, функции Вигнера объекта и функции Вигнера квантового прибора. Таким образом, что можно определить квантовое среднее в соответствии с соотношением 18. Было показано, что свертка любых двух функций Вигнера является положительной определенной функцией распределения вероятности. Именно поэтому подход Курышкина и Буткевича, хотя они исходили из совершенно разных посылок, привел к одним и тем же следствиям. То есть свертка двух функций Вигнера стала давать положительную определенную КФР. Составная система объекта плюс прибор действует в основном пространстве у нас с вами. Там, где есть соответствующее состояние квантового объекта и квантового прибора. Исчисление средних производится в соответствии с соотношением 19. С другой стороны, среднее значение измеренной наблюдаемой может быть определено в соответствии с соотношением 20. Следовательно, справедлива теорема, которая была доказана в диссертации о том, что правило квантования Курышкина и Буткевича сопоставляет обобщение функций линейный непрерывный оператор. Оператор, буду использовать тот термин, который был введен, измеренный оператор от величины А. Он представляет собой квантование рейля от свертки наблюдаемой с функцией Вигнера квантового прибора. Дальше хотелось бы перейти к построению явного вида операторов, потому что до этого момента они все были достаточно абстрактными. В квантовой модели Курышкина и Буткевича оператор измеренный задается с помощью набора ненормированных функций ФИКАТа интегральным соотношением 22. Ядро оператора 22 является 3-н-кратным интегралом от известных, заданных, если они у нас есть, функций по переменам П, КСИ и ЭТА. С данной матрицей состояния РО2 и системой функций связаны два маргинальных распределения, которые получаются интегрированием производящей функции ФИКУ, ДП и ДКУ соответственно, соотношения 23-24. В случае, если у нас есть система с разделенной функцией гамильтона, там, где гамильтониан представляет собой слагаемые, одно из которых зависит только от П, а другое зависит только от ХУ, можно редуцировать 3-н-кратные интеграла в представлении интегрального ядра оператора 22-н-кратного интеграла, и тем самым сократить существенное количество интегрирования, которое предстоит сделать. Это видно из соотношений 25 и 26. Поскольку нам неизвестно заранее функции ФИКУ, я напоминаю, что их счетное количество, их можно разложить по любому базису с неопределенным коэффициентом. Любую матрицу плотности можно представить также в виде суммы конечной либо бесконечной по одномерным проектам заданного счетного базиса или в этом пространстве. При этом, естественно, должно выполняться условие нормировки. Для фиксированного, но при этом приближенного счетного базиса, матрица плотности РО2, сколько угодно, точно приближается по счетной системе полунорм, оснащенную относительно оператора Габинтона, гибельского пространства, конечной отрезками суммы. Справедливое соотношение 28, обращаю внимание, что в данном случае мы переходим от бесконечного суммирования к отрезку ряда в левой части формулы 28 уже к какому-то конечному числу n. И поэтому эта оценка остается справедливой. Из абсолютных сходимости ряда коэффициентов следует его квадратичная сходимость, а из квадратичной сходимости и из полученных в десертате оценок следует также сходимость операторов по норме. Поэтому для приближенного аналитического построения измеренного оператора Наблюдаевой в рассматриваемой теории нужно построить эти операторы для некоторого фиксированного базиса. Поэтому выбор базиса имеет серьезное и существенное значение. Переходим далее к конкретной задаче, которая использовалась в качестве такого тестового полигона в данной диссертации. Мы рассматриваем задачу на собственное значение, задачу Кеттлера. Квантовый оператор у нас, обычный стандартный квантовый оператор по вере проквантованный гамильтониан. Это просто албассиан плюс оператор потенциальной энергии. Измерение производится с квантовым фильтром, заданным соотношением 29. Ну и существенный вопрос выбора базиса. Как видите, наш гамильтониан разделился на две функции. Одна функция от П, другая функция от У. Остается нам удачным образом выбрать базис. В качестве базиса выбираем шторманские функции, которые представляют собой произведение радиальной части штормансовой функции и угловой части штормансовой функции, которая является просто сферической гармоникой. Рассмотрим оператор кинетической энергии. Он, учитывая то, что можно выполнить все тривиальные интегрирования, выражается достаточно просто. В данном случае мы представляем его как сумму неких потенциальных операторов, каждый из которых формируется при помощи своей собственной штормансовой функции. То есть эти функции занумерованы индексом G. Оператор потенциальной энергии также является функцией от одной из переменных, переменной R. И в данном случае также может быть представлен как некая сумма с произвольными коэффициентами операторов, которые сформированы от одной из шторманских функций, занумерованных в индексом G. Единственное, что для вычисления операторов потенциальной энергии нам необходимо воспользоваться разложением обратного модуля суммы векторов или разности векторов в соотношении 32 и 33. И тогда общее соотношение для вычисления явного вида оператора имеет вид 34. Здесь присутствует бесконечная сумма, трехкратный интеграл, сферические гармоники. Произведение сферических гармоник преобразуем по формуле, приводящей две сферические гармоники к одной, с использованием коэффициента Клепши-Годена, квадрат модуля сферической функции. Также раскладываем в линейной комбинации сферических функций. И таким образом вся наша бесконечная сумма испаряется. У нас остается конечное число ненулевых вкладов в разложение 34 за счет того, что сферические гармоники оптогональны, а мы провели интегрирование по dφ2 и dθ2. И у нас остается интеграла по dr2, каждый из которых мы разбиваем так, как это делается обычно на два интеграла, и уже интегрируем эти соотношения для того, чтобы получить явный вид. В результате, после того, как эти все интегрирования сделаны, мы получаем довольно громоздкие выражения для операторов, которые есть, но при этом, прошу обратить внимание, все они исчисляются в элементарных функциях, что позволяет нам в дальнейшем использовать символьные методы исчисления этих операторов, получить все значения в символьном виде и дойти с символом исчисления вплоть до матричных элементов матрицы рейца. Вот так выглядит явный вид этих операторов после того, как мы провели интегрирование. Обращаю ваше внимание, что оператор O1, который построен с применением первой штормовской функции, представляет собой стандартный оператор, оператор потенциальной энергии и экспоненты, умноженные на некий полином. Оператор O2, который получен с применением второй штормовской функции, также представляет собой стандартную часть оператора потенциальной энергии, А далее некий член, который можно рассматривать как некую добавку, экспонент умноженный на некий поленом. Дальше оператор О3 с применением третьей функции, четвертой функции, пятой функции. В операторах О3, О4, О5 у нас появляется с вами зависимость от тета. То есть на самом деле появляется некая анизотропия. Собственно, мы этого и добивались. Вообще на протяжении всего исследований мы рассматриваем первые пять операторов, которые получаются с использованием первых пяти функций, штормских функций. Мы делали это намеренно, хотели посмотреть, каким образом, как сказывается анизотропия, как сказывается появление угла тета. Я уверен, что если бы мы взяли дальнейшее разложение, использовали бы шестую, седьмую, восьмую функции и так далее, вплоть до 14-й, мы бы увидели уже не дипольные члены, увидели бы подрубольные члены, актупольные и так далее. Чуть проще ситуация с оператором кинетической энергии. Это стандартный воплосян плюс некая добавка. В итоге мы видим, если мы ограничиваемся рассмотрением первых пяти штормских функций, оператор гамильтона ввиду линейности можно записать в виде суммы от единицы до пяти неких парциальных операторов кинетической и потенциальной энергии. Естественно, с выполнением условий нормировки. Условия нормировки играют очень важную роль в работе, потому что предельный переход, который, казалось, можно было осуществить, предполагает, что мы могли бы использовать в качестве вспомогательных функций, суммы функций эффекта, могла бы представлять собой дельта-функцию. И тогда мы могли бы перейти к стандартной теории. Однако дельта-функция патротично неинтегрирована, и выполнение условий нормировки становится принципиально невозможным. Таким образом, избавиться от сделать бесконечный тон и разваску мы не можем, это не представляется возможным. Она может быть маленькой, но она обязательно должна быть, и в этом как бы обязательность соблюдения условий нормировки. Получив общее представление о том, как считается, переходим к теоретическому исследованию спектра операторов. В диссертации было получено целое ряду утверждений относительно этих измеренных операторов Домертониана. Операторы являются ограниченными снизу существенно с сопряженными. Операторы являются H-компактными, ограниченными на бесконечности. Штурмские функции фиката оператора H образуют почти автогонально относительно оператора H полную систему функций. И, наконец, спектр оператора состоит из дискретной существенно непрерывной части. Дискретная часть принадлежит к конечному отрезку, где C-константа, зависящая от состояния фильтра, и она расположена ниже непрерывной части спектра. Сверху для отыскания собственных значений оператора можно использовать принцип минимакса. Это нам существенно поможет тогда, когда мы перейдем от операторов к значениям населки. Оператор гамильтонного, подобного апта в квантовой механике с неотрицательной КФР, определён следующими соотношениями. Область определения оператора совпадает с областью определения аптонерсальной квантовой механики. При этом сам оператор представляет собой стандартный оператор, некая константа, зависящая от набора функций, а дальше некая добавка, которая зависит только от координаты, тоже зависящая от набора функций. Показано, что этот оператор сам был сопряжённо ограничен снизу, и в связи с этими доказанными утверждениями была доказана теорема следующего содержания. Матрица РИЦа оператора со штормскими функциями оператора в качестве координатных функций является хорошо обусловленной любой размерности n, где n — это число координатных функций, которые мы выбираем. Собственные значения матрицы РИЦа образуют монотонную последовательность, сходящую к собственным значениям оператора. И собственные векторы матрицы РИЦа образуют минимизирующую последовательность функционала РИЦа в отношении релея, в принципе, минимакса, сходящейся к собственным векторам оператора. Для построения матрицы РИЦа мы в качестве базовых координатных функций использовали первые ремштормские функции вида, которые представлены в соотношении 39. Ввиду неотогональности используемой системы координатных функций для нахождения спектра, необходимо решать обобщенную задачу на собственные значения, где матрица РИЦа, а матрица Б — скалярное произведение координатных функций. Матрица Б не диагональна, она не очень сложная, тем не менее, нужно учитывать то, что в данном случае функции, которые мы используем, не диагональны. Ну и элементы матрицы РИЦа рассчитываются по понятной и известной форме. Здесь представлен график числа в условности в зависимости от размерности матрицы, которую мы выбираем. Также представлена линия тренда, и пока из графика отчетливо видно, что число в условности не растет катастрофически с размерностью матрицы, что позволяет сделать вывод о достаточной устойчивости метода РИЦа для решения задачи на сетке при переходе к сеточному представлению. Аналитическое вычисление матрицы РИЦа... Да, существенно является то, что мы доходим до аналитического вычисления матрицы РИЦа. В итоге, после того, как мы посчитали матрицу РИЦа, мы получаем... мы считаем ее в символном виде, получаем элементы матрицы РИЦа в виде функций, которые зависят от параметров E0, B0 — это параметры размазки самих штурмских функций, а 0 — это коэффициенты, которые входят в сумму, и Z-эффективное, как некое отражение, экранирование остового из электронов центрального ядра. Вот в диссертации приведены в явном виде выражения для элементов матрицы РИЦа. Далее, вот с этого момента, мы переходим к численным методам, которые позволяют и могут быть использованы для нахождения спектра наилучшим образом соответствующих экскрементальным данным. Расчеты проводились с использованием матрицы РИЦа размерности 55, что соответствует пяти первым главным квантовым числам. Для оценки качества использовалась функция квадратичной невязки, штрафная функция вот такого вида, который здесь представлен. Брались экспериментальные данные об энергетических уровнях соответствующих, и строилась вот такая функция. Функция минимизировалась по параметрам, находились значения параметров, при котором значение невязки будет минимальным. Совершенно тривиальный результат, что для обороны с высокой точностью удалось получить первые 30 значений спектра. Оказалось, что единственным чувствительным параметром оказалось значение Е0. Для параметров БЖТС, в случае атома водорода, оптимальное значение вне зависимости от количества спектральных значений невязки оказалось значение В1 равняется единице. Из коэффициентов А только А1 равняется 0, остальные коэффициенты при оптимизации обращаются 0. Этот результат понятен. Всем хорошо известно, что атома водорода прекрасно описывается стандартной квантовой механикой. Можно получить значение спектра с высокой степенью точности. И, естественно, чем нам важен этот результат? Тем, что модель не приводит ни к каким противоречиям, в совершенно понятных случаях, что позволяет говорить о том, что ее можно использовать и дальше, считать дальше, потому что в тех случаях, когда результат очевиден, мы действительно получаем совершенно очевидный результат. Результаты предварительного моделирования программы КДФ, которая была построена в диссертации спектральной линии нейтрального рития, привели к локальному минимуму при значении параметров, которые определены в таблице 1. Последняя колоночка, в последней колонке представлено значение невязки, и, как видите, достаточно хорошо привязываются значения, а также получившиеся собственные значения матрицы сравнили с соответствующим собственным значениям оператора, вычислено с помощью программы, разработанной БОИ-ЯИ. Аналогичные вычисления, которые делались для первых пятиспектральных линий линий натрия, привели к локальному минимуму при значениях-параметрах, приведенных в таблице 2. Тоже видно в последней колонке невязка, и невязка достаточно низкая, маленькая. Вычисления переходных вероятностей в модели Курышкина-Буткевича при помощи 5х-магагательных функций штурма дали в дипольном приближении совпадение с переходной вероятностью. В общей принятой квантом механике в диссертации переходные вероятности сведены к логибраическим вычислениям. Расчетные переходные вероятности были реализованы с помощью программного комплекса в рамках системы МЭПЛ. Для вероятности перехода атом водорода из состояния 1.0 в состоянии 2.1 было получено значение, находящееся в хорошем согласии с экспериментальными значениями. Ну, наконец, немножечко о щелочных металлах. Конструктивная модель квантовых измерений обобщена на оптический спектр атомов-хронов с одним валентным электроном. Вывод модели основан на экспериментальных данных и энергетическое упорядочение электронов в атоме по правилу Кличковского-Моделунга. И они в работах Кличковского, Демкова и Островского, а также Баруто и Хитагава одночастичного потенциала. Этот полуэмпирический потенциал приводит к тому, что спектр атомов-хронов в атоме-щелочных металлах слегка отклоняется от ожидаемого спектра единицы, деленной на n в квадрате, где функция дельта L, зависящая от квантового числа L. В данном случае она сугубо эмпирическая, табличная и используется для нахождения экспериментальных значений. Но обращаю ваше внимание, что именно таким примерно и является потенциал водородоподобный атом в квантовой механике с неотрицательной квантовой функции распределения. Поэтому в диссертации показано, что правило квантования Курышкина-Буткевича в применении квадратного электрона с щелочного металла с приближенным потенциалом принимает вид правил квантования Курышкина-Беля для некоторого потенциала. И таким образом у измеренного оператора гометтона варентного электрона в атоме щелочного металла потенциал имеет вид представленной формулой 44. О программе Quantum Distribution Functions и примерах ее использования, которое использовалось для расчетов. Несколько блоков есть в этой программе. Первый блок состоит в том, что в подготовке всех необходимых функций это вычисление коэффициентов Клепши-Бордона, сферический гармоник, их произведение, сферический гармоник, нормированные сферические функции, шторманские функции, их вырезы, дополнительные функции. Все они используются для построения оператора потенциальной энергии, часть из них для оператора кинетической энергии, и после того, как построен оператор полной энергии, полученные, подчеркиваю, аналитические выражения используются для построения матрицы РИЦ, которая также получается в аналитическом виде. После этого генерится код и сбрасывается в файл. Также рассчитывается по матрице, которая используется в силу неоткогональности исходного базиса. Считываемые значения оператора полной энергии используются для решения обобщенной проблемы, задачи на собственные значения. Получаемые данные спектральные сопоставляются с экспериментальными данными, строится штрафная функция, а дальше происходит уже исключительно численная процедура минимизации невязки, которая приводит к оптимальным значениям параметров. Более подробно это блок, который относится к исходным функциям. Основой здесь составляет расчет штурманских функций сферических гармоник и коэффициентов плепши-бордина. По ним уже считаются преобразованные сферические гармоники, фурье-коэффициенты, фурье-образы ну и так далее. Далее полученные сферические гармоники, произведения сферических гармоник и нормированные штурманские функции используются для расчета оператора потенциальной энергии. Помогательные функции позволяют рассчитать функции лица и комплексные сопряженные функции. Все это используется для составления оператора потенциальной энергии, оператора генетической энергии, а также оператора константы. В результате полученный оператор полной энергии записывается в файл, туда же и записывается матрица скалярных произведений координатных функций. Ну и, наконец, прочитав из файла значения матриц, строим матрицу лица, решаем задачу на собственные значения, вычисляем спектр, проводим оптимизацию параметров путем минимизации квадратичной невязки. Полученные значения спектра используются для вычислений вероятности перехода, которое и является окончательной целью производимых вычислений. Вот так примерно устроена программная часть. В тексте самой диссертации есть конкретные значения матричных элементов, есть конкретные примеры вычислений, есть конкретные примеры текстов программ. Все это присутствует в тексте диссертации. Здесь я, естественно, приводить этого не буду. Ну и результаты. Для применения коператора гамильтона водородоподобного атома в квантовой механике неотрицательной КФР принципа мини-макса было доказано его самосопрешенность ограничений снизу. Таким образом, было доказано на выполнение условий телево-серса. Модифицировано доказательство Коту, Рейриха и Йоркенса для доказательства отделенности дискретного и существенного спектра оператора гамильтона. Полученные оценки собственных значений оператора УАТАЖ, дискретный спектр оператора расположен ниже его непрерывного спектра, благодаря этому минимаксный метод реле, применимый к ограниченному снизу самому сопряженному существенному оператору, вначале приводит к собственному значению и только после их исчерпания нижней границы непрерывного спектра. В качестве координатных функций для построения матрицы Рейриха выбраны модифицированные штонусские функции, которые образуют неактно нормированные базы в пространстве представления оператора УАТАЖ. В результате применения минимаксного метода реле и Рейриха к собственным значения лямбда в зависимости от размерности матриц сходятся к собственным значениям оператора. В диссертации впервые исследованы энергетические спектры валютных электронов в рамках модели квантовых измерений. При этом установлено, что операциональная модель квантовых измерений Курышкина-Вуткевич является частным случаем стандартной модели квантовых измерений Холио-Хеллстрема. В отличие от общего случая она обладает конструктивными имуществами, позволяющими использовать для практических задач математическое моделирование. Измеренные наблюдаемые атомы водорода и атомы щелочных металлов моделированные оператором Гамильтонов квантовой механики с неотрицательной КФР описываются псевдо-дифференциальными операторами, обладающими следующими свойствами. Квантовые измеренные наблюдаемые получаются из классических с помощью правил оквантования Курышкина-Вели. Квантовые измеренные наблюдаемые являются ограничены снизу самыми запрередными операторами. Квантовые измеренные наблюдаемые являются компактными равными нулями бесконечными измущениями своих аналогов в общепринятой квантовой механике. Дискретный спектр квантовых измеренных наблюдаемых лежит ниже непрередного спектра, как и для их аналогов в общепринятой квантовой механике. Штурмовские функции атома водорода образуют почти полную автогональную систему функций для операторов гамильтона водородоподобного атома, моделирующих измеренные операторы гамильтона атомов водорода и щелочных металлов. В рамках символы численной реализации аналитически вычислены операторы гамильтона водородоподобного атома, аналитически вычислены матрицы лица, реализованы численные методы решения частичной полной обобщенной задачи на собственные значения собственные векторы матрицы вычислили вероятность радиационных переходов в атомов водорода и щелочных металлов для верификации операциональной модели квантовых измерений Курышкина-Буткевича. Теория квантовых измерений изучает взаимодействие объекта с квантовым измерительным инструментом. Зависимость измеренных величин от расположения и характеристик квантовых анализаторов отмечалась многими исследователями на протяжении нескольких десятилетий. Результаты квантовой теории измерений важны для экспериментального исследования квантово-механических объектов, верификации теоретической структуры квантовой механики. К сожалению, в настоящее время возмущение квантовым измерениям наблюдаемых величин атомных систем редко учитывается в компьютерных алгоритмах и вычислениях. Прикладные и вычисленные аспекты теории квантовых измерений к настоящему времени систематически разработаны в результате квантовой оптики. Приведенные в диссертации теоретические исследования, разработанные на их основе, программный комплекс позволяет включить результаты моделей квантовых измерений в экспериментальное исследование атомно-молекулярных структур. Теоретическая ценность результатов заключается в том, что получим уравнение на собственные значения собственного вектора оператора Гамильтона, уравнение на состояние с минимальной дисперсией, введение форм-фактора размазки точки в штурмских функциях, граничные условия в нулейной бесконечности, в том числе по углам на базисной функции в процедуре и вложении в методе Галеркина, следствие нецентральности потенциала оператора Гамильтона, исследование спектра спектральных слоев матрицы Релия и Ритца, теорема спектральной сходимости матрицы Релия и Ритца и двусторонние оценки спектра матрицы Релия и Ритца для оператора Гамильтона, аналитически выполненных в пакете МЭПЛ. В ходе проведения исследований, используясь опробованные методы функционального анализа Гильбертовых пространств, прямые вариационные методы, метод Ритца и метод Галеркина, символные методы компьютерной алгебры, численные методы встроенные в пакет МЭПЛ, методы исследования оснащенных гиббертовых пространств, но также иные, хорошо известные, зарегистрировавшие себя методы. Операциональная модель Комишкина-Гуткевича реализована методом вычислительного эксперимента на основе сформированных целевых функций восстановлен численно реализован устойчивый алгоритм восстановления параметров смотрового окна. По вычисленной вероятности в радиационных переходах верифицирована операционная модель квантовых измерений Комишкина-Гуткевича. Аппробация результата диссерционных исследований осуществлялась в виде докладов на более чем 40 российских международных конференциях. Последние из них приведены здесь на слайде. Результаты исследований опубликованы в 35 работах. Здесь они все приведены. Приведены также в автореферате и в тексте диссертации. Общее количество работ 35 с учетом последнего пакета программ. Спасибо за внимание. Готов ответить на ваши вопросы. Большое спасибо. Какие будут вопросы к ССК? Можно? Да, пожалуйста. Павел Михаил Михайлович, скажите, пожалуйста, а вот спектральные данные, из каких вас данных брались? Это указано в автореферате. Сейчас в тексте диссертации есть конкретный ссылка, откуда брали спектральные данные. По-моему, это было по книге Кондратьева, но, может быть, и еще другие. Понятно. Спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо. Еще есть вопросы? Да, да. Третьяков Николай Павлович, скажите, пожалуйста, правильно ли мы поняли, что в то время, когда эта теория разрабатывалась Курышкиным, не было речи о связи ее с теорией измерений и с измерительными приборами в каком бы то виде. То есть там с самого начала постулировался набор так называемых вспомогательных функций, и эти функции постулировались как совершенно абстрактные, не связанные каким-либо образом ни с измерительными приборами, ни вообще с какими-либо физическими системами. И лишь потом, в частности, в ваших работах, уже начался следующий этап в развитии этой теории, что и привело в конечном счете к тому, что сейчас можно сказать, что эта теория в первую очередь представляет интерес в виде у нее связи с теорией квантовых измерений. Спасибо. Совершенно верно. Сам Курышкин до конца жизни искал физический принцип, который позволил бы замкнуть теорию, найти какой-то физический принцип, который позволил бы как-то доопределить теорию и вычислить, установить явный вид этих самых вспомогательных функций. Ну, это что-то было вроде каких-то свойств пространства-времени, наличия какой-то элементарной длины, которая бы неустранимым образом приводила к каким-то размастам, дисперсиям и так далее. Тем не менее, за все время сформулировать какой-то принцип не удалось. И, в общем, как бы теория так и осталась очень красивой, интересной моделью. Все были очень рады на нее посмотреть. Значит, вот, да, всем она нравилась. Но вот что-нибудь посчитать, ну, и вот на этом все останавливалось, потому что где-то из функций никто же не знает. И поэтому, да, она являлась такой вот экзотической моделью. Уже после смерти Курышкина, насколько я понимаю, Леон Коэн обратил внимание на то, на работу Вуткевича, в том, что на самом-то деле выражение, которое получил Вуткевич, вообще, так говоря, с точностью данного значения, совпадает с выражениями, которые получил Курышкин в свое время. И вот с этого момента вот эта модель стала развиваться в сторону интерпретации как какой-то реализации теорий квантовых измерений. Мне при реализации этих работ очень хотелось бы, чтобы на самом деле появилась какая-то возможность ну, произвести какие-то расчеты, что-то посчитать, что-то реально сделать. И делать это нужно было уже методами математического моделирования. Все? Да. Николай Петрович, а как вам все удовлетворился? Есть ли еще какие-то вопросы? Вопросов нету. Тогда у нас формальный технический перерыв на 4 минуты, но я пока не вижу необходимости его проводить. Есть ли возражения? Нет. Возражений нет. Тогда разрешите предоставить слово научному консультанту, соискателю Севастьянову Леониду Анатоновичу. Леонид Анатонович, вы звук не включили. Да, включен, спасибо. Здравствуйте, коллеги. Видимо, я должен начать с того, что с Зориным Александром, ныне Валерьевичем, тогда просто Александром, мы познакомились довольно давно, когда я работал с Курышкиным. Зорин был его дипломником, потом аспирантом. И хотя мы с Зориным работали над разными задачами в школе Курышкиной, но мы были между собой знакомы. А спустя некоторое время, ну, собственно, первая наша совместная работа по этой тематике появилась, точнее, подготовка началась еще при жизни Курышкина, а опубликованная эта работа была уже после смерти Курышкина. Ну и мы продолжали заниматься этими вещами как бы из двух мотивов исходя. Первое – это очень красивая теория. Второе – хотелось бы завершить то, чем занимался наш руководитель. Вот из этого выросли наши совместные исследования. Зорин, во-первых, он был один из самых блестящих учеников Курышкина, Василия Васильевича. А Курышкин был один из самых блестящих учеников Терлецкого. Вот такая прослеживается генеология. У него за плечами сотни научных статей. Его область интересов не только численные методы математической физики, но и многие аспекты информационных технологий, цифровизации различных процессов высшего учебного заведения. Полнота публикаций подтверждается, полнота публикаций материала подтверждается тем, что 34 работы в общедоступной периодической печати, 35 – это, собственно, выгруженные, как он называется, программные продукты. Следует отметить эрудицию, способность к творческому мышлению, умение анализировать явления, целеустремленность, работоспособность, самостоятельность постановки задач, выборе принятия обоснованных решений и прочее. Соискателем получены подавляющее большинство теоретических результатов диссертации, большая часть алгоритмических построений и значительная часть проведенных компьютерных экспериментов. Автор внес определяющий вклад в полученные диссертации результаты, имеющие актуальность, научную новизну и практическую значимость. Диссертация выполнена в соответствии с паспортом специальности 05.13.18 «Математическое моделирование численной методы и комплексы программы» и включает в себя оригинальные результаты, направленные на развитие численных и аналитических методов исследования модели квантовых измерений, спектральных характеристик, водородокодобных актов. Считаю, что диссертация, диссертационная работа Зорина Александра Валерьевича «Символно-численная реализация модели квантовых измерений водородоподобных атомов» является завершенным, оригинальным, самостоятельно выполненным научным исследованием. Зорин являлся хорошим специалистом, заслуживает присуждение ему ученой степени доктора физико-математической наук. На этом все. Спасибо. Большое спасибо, Леонид Антонович. Есть ли вопросы к Леонид Антоновичу? Если вопросов нет, тогда слово для оглашения отзывов, полученных на диссертацию и авторитетерат, предоставляется ученому-серкторю совета Анастасии Вячеславовне Димы. Анастасия Вячеславовна, пожалуйста. В деле имеется заключение организации государственного, автономного, образовательного учреждения высшего образования в Университете в Университете народа, принятое на кафедре докладной информатики и теории вероятных, в ходе физико-матической и естественной наукой, где была выполнена данная диссертация, содержание заключения положительного. Также в Совет поступило 8 неофициальных отзывов на диссертацию авторитетерат. Если члены Совета не возражают, я сделаю лишь краткий обзор на этих отзывов, не зачитывая полностью. Можно? Да, сходишь. Так, на диссертацию поступил положительный отзыв от доктора физико-математических наук Бусева Александра Александровича, ведущего научного сотрудника лаборатории информационных технологий, обитеменный институт ядерных исследований. В отзыве отражена актуальность диссертации новизна и теоретическая и практическая значимость полученных результатов, дана характеристика работы. В качестве замечаний отмечено следующее. На странице 169 приводится оптический спектр щелочных металлов, полученный в книге Кондратьева. На оптической диссертации мы сказали, где именно они использованы при фитировании параметров модели, рассмотренные актерами диссертации. А в диссертации не исследованы вопросы о шепне линий оптических спектров атомов, которые были рассмотрены еще в работах 40-х годов прошлого века. То есть с математической точки зрения вопроса спектров энергии атомов с комплексными высокими значениями. На странице 186 упоминается Девейгис, как актер одного из подходов к созданию высокосточных компьютерных ходов впечатления коэффициентов Плепша-Гордона и других коэффициентов фекторного разложения в теории углового момента. Но вместо ссылок на работы Девейгиса указаны ссылки на работы других актеров, которые никакого отношения к работам Девейгиса не имеют. Также сейчас означает, что работа содержит умеренное количество опечаток и неудачных стилевых конструкций. Также в совет поступило 7 отзывов на автореферат, все отзывы положительные. Первый отзыв поступил от Чижова Алексея Владимировича, доктора физико-математических наук, доцента, заместителя и директора по научной работе в лаборатории традиционной биологии потененного института ядерных исследований. В отзыве отмечена невезда полученных результатов. В качестве замечания отмечено то, что, говоря о квантовых измерениях водоподобных атомных системах, с точки зрения предполагаемого автором подхода, было бы полезно обсудить вопрос учета спины электроны и его влияния на результаты измерений. Второй отзыв положительный поступил от Гнатича Михаила Михайловича, доктора физико-математических наук, заместителя директора лаборатории теоретической физики имени Боголёвова, объединенного института ядерных исследований. Отмечена актуальность работы, дана оценка новизны результатов. И сделано следующее замечание. Следовало бы подробнее отразить в автореферате основные особенности, написанные на параграммном комплексе. Имеются замечания грамматического характера. Третий положительный отзыв поступил от Чуланбатара Аджбадраха, доктора физико-математических наук, заместителя директора лаборатории информационных технологий, объединенного института ядерных исследований. В отзыве дана характеристика работы. И сделано замечание об опечатке нас в ссылке на форум. Четвертый отзыв поступил от Кряньева Александра Витальевича, доктора физико-математических наук, профессора, профессора, кафедра прикладной математики, национального исследовательского ядерного университета МИФИ. В отзыве отмечены полученные в диссертации новые результаты. И приводят следующее замечание. В конце автореферата принято приводить список основных результатов, которые выносятся на защиту. В просматриваемом автореферате такой список отсутствует. В тексте автореферата присутствуют пропуски слов и другие ошибки. Пятый положительный отзыв поступил от Василия Владимира Борисовича, доктора физико-математических наук, доктора, заведующего как при прикладной математике, компьютерного моделирования Белгородского государственного национального исследовательского университета. В отзыве отмечена актуальность решаемых в диссертации задач и отмечены их успешные решения. В отзыве есть замечания о том, что автореферат не свободен от отпечаток. И изложение первых глав написано излишне подробно для автореферата и излишне кратко для изложения КМК. И также дана рекомендация развить первые главы диссертации до монографии, содержащей изложение основ квантовой механики Курышкина и методов исследования явлений атомной и ядерной физики в рамках модели КМК. Шестой положительный отзыв поступил от Митина Александра Васильевича, доктора физико-математических наук и руководителя департамента химии Московского физико-технического университета. В отзыве данной характеристики работы замечаний в отзыве нет. И последний, седьмой положительный отзыв поступил от Перепелкина Евгения Евгеньевича, доктора физико-математических наук, профессора квантовой статистики статистики и теории поля физического факультета московского государственного университета и не ума на свой в отзыве дается описание полученных результатов и и содержится следующее замечание главным недостатком автореферата является чрезмерное подробное изложение стоп квантовой механики кружки в ущерб изложения применения численных методов используемого диссертации на странице 26 пока автор указывает что для этих вычислений можно использовать более продвинутый пакет мэппл например линейная алгебра из-за неё из неё нельзя понять что использовал что использовался ли в диссертации пакет или какой-либо другой код программного спечения используемого диссертации размещенный битхаб без какого-либо комментариев ссылок руководство пользователя занимает 47 строк и в основном содержит тривиально для опытного пользователя на пол информацию это фактически исключает возможность использования этого по остальными пользователями на взгляд евгения евгеньевича было бы крайне желательно существенно разошли расширить руководство пользователя и разместить там ссылки на диссертацию и недавние англоязычные публикации диссертанта и также отмечается наличие печаток и ошибок в верстке системы вот большое спасибо слово для ответа на замечания содержащиеся в отзывах на автореферрат и диссертацию предоставляется искать ну я хочу принять на себя все ошибки и опечатки да действительно это так что касается более существенных вопросов конечно же закладывая какой-то комментарий для пользователей мы рассчитываем на не очень подготовленных пользователей для тех пользователей которые менее подготовлены оказывать в первую очередь им помощь считаю что продвинутые пользователи ну наверно должны иметь возможность сами разобраться ну если это действительно вот для продвинутых пользователей исключает пользование ну наверное мы какие-то поправочки наверное сделаем пожелание включить вопрос с учета спина тоже на самом деле понятно как бы да это можно сделать это это усложнило бы изложение немножечко затуманило что называется идеи которые основные были высказаны такие предложения есть я думаю что они направлены совершенно вот замечание те о том что излишне подробно описывается квантовая механика куришкина ну наверное слабость определенная познакомить как можно большее количество людей с этой интересной пусть и экзотической теории а вот пожелание диссертации по вопросу о ширине линии оптических экспертов которые сводятся на самом деле комплексным собственным значением энергии на самом деле очень серьезный вопрос очень важный на мой взгляд и на мой взгляд он заслуживает на самом деле отдельной диссертации потому что это действительно очень важно к сожалению просто так обобщить результаты не удастся потому что те результаты которые получены они в существенном используют понятие самосопряженного оператора собственное значение самосопряженного оператора действительно числа поэтому просто так без того чтобы пробежаться по всем 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 пунктикам убедиться в том что будет работать так сказать метод релея что будет работать минимакс что значит значение которое мы будем восстанавливать не запутаются при этом перепутаться то есть нужно все очень и очень и очень аккуратно скрупулезно посмотреть да и вообще говоря сама эта тема комплексных собственных значений да она приводит к понятию и к работе с не самосопряженными операторами ничего как бы катастрофического в этом нет однако работа с не самосопряженными операторами это требует определенной математической аккуратности и мне представляется что такая диссертация если она когда-нибудь состоится наверняка должна быть все таки в первую очередь диссертация по теоретической физике на самом деле это тот вопрос который намечали направление дальнейших исследований которые могут последовать за этими работами поэтому я бы не сводил все потому что давайте мы ваш комплекс программы немножечко обобщим на случай комплексных значений энергии все не так просто поэтому я думаю что это правильный вопрос это правильная так сказать постановка задачи но думаю что это просто не есть какое-то там частное маленькое беглое рассмотрение этого вопроса который можно включить в виде там отдельного пункта в тех диссертация и именно по этой причине наверняка это и не было сделано я закончил спасибо есть ли вопросы к соискателю по его ответам на замечания если вопросов нет тогда переходим к заслуживанию отзывов официальных оппонентов у нас четыре официальных оппонента один официальный оппонент а именно гербов Владимир Леонардович отсутствует по уважительной причине поэтому его отзыв заслужили после отзыва всех остальных оппонентов а сейчас слово предоставляется доктора физико-математических наук наилежеку Владимира Степановича Владимир Степанович, пожалуйста добрый день уважаемые с темы сельсионного совета я должен показать фактор, да? нет, мы вас знаем, но в принципе и, насколько я понимаю, вам реально не толстым зачитывать все это да, конечно да? не надо зачитывать вам только основные моменты и главное в конце сказать последнюю фразу вашего отзыва последняя отзыва да? ну, а третье в тему актуальные схемы в институте арестанавливали виски в арестанавливали активно местных и обязанностей в банковых посмирений в банковых посморах и в банковых посморах Владимир Степанович, у вас очень свистит микрофон может быть что-то можно сделать? нет, все точно так же ну, ладно ничего поделать нельзя продолжайте, пожалуйста здравствуйте актуальность схемы да на протяжении последней фестивисты можно не исследовать или не отмечалась согласилась эксперименциальной измеренности листин от расположения и характеристик в банковых анализатор межсекторов однако для ряда предположения наблюдаемость в системном соответствии с постулатом форта от характеристиками América прижар ускор UFO финансов и нет с с питей от бесплатно л долл и м с Продолжение следует... 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 и описание замкнутого идеального объекта квантово-механического было по существу построено. А вот вопрос о операциональной измерительной части взаимодействия открытой системы, взаимодействия объекта и прибора, этот вопрос сохраняет актуальность. И как раз там вот Александр Валерьевич, она, на мой взгляд, здесь делает очень большой шаг вперед и продвижение. Ну, просто чтобы пояснить, почему здесь действительно видно существенное, так сказать, дальнейшее развитие. Собственно, вопрос здесь такой кардинальный стоит в том, возможно ли вообще точное измерение квантово-механицы, каких-то величин. Вот, так сказать, основополагающая такая парадигма, так сказать, первого этапа развития квантово-механики состоит в том, что да, такое измерение возможно. Ну, все, так сказать, обычно, когда вопрос возникает о точности измерения, сразу, так сказать, всплывает в памяти соотношение неопределенности, так сказать, Гайзенберг и так далее. Но считалось, что уж одну величину, если объект квантовый находится в собственном состоянии, то ее можно измерить точно. То есть такие измерения являются бездисперсными. Ну и вот, так сказать, с течением развития и хода эволюции, ну как любой науке, так сказать, продвижения вперед, ну можно отметить, что, пожалуй, первые серьезные шаги были сделаны в 50-е годы в работах Вигнера и его там группы японских сотрудников, которые с ним тогда работали. Они показали, что в таком довольно распространенном случае, когда объект, измеряемый объект и прибор, с помощью которого происходит измерение, имеют, объединяются, их, так сказать, получают некоторые общие состояния, ну, например, интегралы движения у них могут быть общими, тогда бездисперсное измерение вообще, в принципе, невозможно. В принципе, невозможно. Это показано в этих работах и, так сказать, дальше уже от этого отталкиваюсь. Но дело в том, что примеры, которые были рассмотрены в этих работах, были в основном спиновые системы, конечномерные, в общем-то, с небольшим числом степеней свободы. А то, что сделано в диссертации Владимира Александровича, это, по сути дела, шаг в дальнейший, очень серьезный вперед на тот случай, когда мы имеем дело с непрерывным распределением, с практически бесконечным числом степеней свободы. Хотя, пример, ну, может быть, такой он классический, так сказать, в том смысле, ну, кавычкин надо поставить, да, слово классический, просто в том смысле, что, конечно, одним из главных объектов квантовой механики является, так сказать, атом, простейший даже водород или там водородоподобный атомы. Поэтому, как бы, резюмируя эту часть, извините, что я немножко трогаю, просто хотелось пояснить вот эту роль и значение, так сказать, и такую постоянную, сохраняющуюся актуальность этой темы. Если так совсем образно сказать, квантовая механика изолированного объекта в виде такой хорошей, строгой, обоснованной математической теории представляет собой так, ну, как бы сказать, некоторое замкнутое такое, что-то вроде озера, скажем так, да, а вот открытая система объект вместе с прибором, это уже, так сказать, океан, в котором каждый еще может найти, наверное, свои интересные, так сказать, объекты для исследования. Ну, вот, таким образом, актуальность здесь обоснована, мне кажется, достаточно подробная. В заключении этого раздела хотелось бы сказать еще такой интересной, ну, в частности, аналогии между квантовой механикой и термодинамикой. И в том и в другом случае, и это, кстати, отмечал еще фон Нембли в своей знаменитой этой красной книге «Математические основания квантовой механики». Он очень хорошо, так сказать, знал, владел, так сказать, термодинамикой, там целые главы есть посвященные этому, что, по сути дела, вот вопросы о точном измерении может быть только в пределе макроскопического прибора или на терминологическом языке, так сказать, макроскопического окружения, когда полностью устраняются флуктуации. Вот тогда, ну, так сказать, теоретически говоря, можно было бы рассчитывать на бездисперсное измерение и отсутствие флуктуации в случае терминологического объекта. Но понятно, что операциональный подход, который как раз проведен в диссертации, по сути дела исключает, нет у нас таких бесконечно мерных макроскопических приборов. Количество из спины свободы их может быть велико, но все-таки не бесконечно. И вот этот момент здесь очень важен. Ну, если уже переходить непосредственно к диссертации, я позволю себе, так сказать, сокращенном таком варианте, потому что и в предыдущем отзыве было подробно это все рассмотрено. Ну, просто по блокам, значит, достоверность и новизна результатов диссертации подтверждает совпадение результатов учтения тестовых примеров с результатами других авторов. Показано, что операциональная модель квантовых измерений Курочкина-Вуткевича это частный случай широко известной модели квантовых измерений Холева-Каллстрома. В диссертации, что относится к числу ее достоинств, аналитически вычислены операторы гаментона водородоподобного атома квантовой механики с неотрицательной квантовой функцией распределения. Аналогично вычислены матрицы РИЦА этих операторов в базисе штурмовских функций. Кроме того, в диссертации верифицирована операциональная модель квантовых измерений Курочкина-Вуткевича путем вычисления вероятности радиационных переменов атомных квадроводов и щелочных металлов. Дальше требуется указать степень обоснованности научных положений и выводов, расформулированных диссертацией. Коротко резюмирую это. Диссертация содержит ряд оригинальных проптиарем, доказательств, которые были опубликованы в реферируемых журналах в большом количестве. При реализации символных численных алгоритмов используют надежные и хорошо зарекомендовавшиеся алгоритмы. При компьютерном моделировании используется распространенная система компьютерной алгебры МАПЛ. Достоверность результата аналитики численного эксперимента подтверждается совпадением результатов вычислений с результатами других авторов. Кроме того, практически все результаты базируются на строго доказанных утверждениях и теоремах. Что касается ценностей, так сказать, в преамбуре, я уже об этом говорил, но коротко еще следует уточнить, что модель квантовых измерений расширена на более широкий класс квантовых объектов, включая в дорогу подобные атомы и регионы с одним или эвалентом электронов. Исследуемое уравнение на собственное значение собственной вектора оператора элементона, исследуемые спектральные свойства матрицы реле и рица для оператора элементона водородного подобного атома. И на основании новых исследовательских методов реализован программный комплекс, подпозволю считать аналитикой численной проблемой, проиентированной парадигмы. Этот программный комплекс предполагает дальнейшее развитие. И, насколько я понимаю, он тоже опубликован, доступен другим авторам. Что касается подтверждения, опубликования основных результатов, необходимый блок, который нам для протокола. Все результаты докладывались более чем на 40 российских международных конференциях. Основные положения диссертационного исследования отражены в 34 печатных работах, из которых, например, половина опубликована в изданиях, индексированных в международных базах данных ВОЗ и СКОПУС, а остальные также в изданиях, включенных в перечень рекомендованных журналов. Программный код доступен для свободного доступа, и ссылка на него представлена в диссертации. Автореферат полностью и правильно отражает все основные положения диссертаций. Но я позволю себе, наверное, не давать обзор по главам. Все уже об этом подробно было сказано в самом докладе. Я бы лишь только обратил внимание, на мой личный взгляд, очень интересный, во-первых, глава вторая, где предложена конструктивная реализация процесса измерения, где параметризация идет с помощью матрицы плотности состояния измерительного прибора. И, значит, дальше в третьей, там, четвертой главе рассматривается структура спектра гемертониана, доказан ТИАЭМ из сопряженных операторов, значит, рассматривается матрица РИЦ и так далее. В шестой, седьмой главе, значит, эти результаты верифицируются и проверяются качество модели, и рассчитываются переходные вероятности. И вот для меня, опять же, интерес большой представила восьмая глава, которая как раз рассматривает состояние с минимальной дисперсией. И, так сказать, я считаю это очень важным, интересным и серьезным достижением, что сформулированы точные, так сказать, точные уравнения. Другой вопрос, что решение их, ну, возможно, после только очень, ну, в определенных приближениях, но, возможно, так сказать, при совершенствовании методов исследований математических удастся, так сказать, более точно с ними, как говорится, работать. И тогда вот как раз эти уравнения, конечно, значительно сложнее, чем обычные, привычные для командной механики уравнения на собственные значения. Хотя и там тоже есть с чем заниматься. Вот. С этим, как бы, ну, я немножко сейчас, потом скажу еще об этом. Значит, в девятой главе рассматривается программный пакет аналитических численных вычислений, представленная общая схема этой программы, и заключение приведено на взору полученных результатов. Ну, вот как раз, собственно, с наиболее интересной главой восьмой связано, и вот я уже перехожу к замечаниям, связано единственное у меня, так сказать, возникло, ну, как бы сказать, серьезное, может, замечание, которое состоит в том, что хотелось бы вот в контексте всего сказанного видеть соотношение, предельный переход между вот излагаемой, так сказать, диссертацией теории, построенной на, значит, функциях распределения квантовых, и вот теми, идеи, которые развивались у Фон Ноймена и Вигнера в дальнейшем, значит, по, так сказать, измерению и построению, точнее, состоянии вот этой сложной системы объект плюс прибор, вот, поскольку сейчас, так сказать, вот этих, есть некий, так сказать, пробел между этими двумя подходами, и не очень ясно, значит, как связать результаты вот полученной диссертации со стандартной процедурой. Ну, еще можно было бы указать в качестве замечания, что выбор реализации программного комплекса тоже, так сказать, под вопросом, поскольку этот продукт не является свободно распространяемым. Ну, в основном, как в любой большой серьезной работе, конечно, могут встречаться и встречаются некоторые опечатки, некоторые повторы, вот это, так сказать, неизбежно, и так, просто уж, отмечаю, как, кажется, как ведет его оппонент для порядка, вот. Ну, конечно, эти указанные недостатки не снижают общего положительного впечатления о диссертационной работе, и, поскольку протоколу это необходимо, я позволю себе зачитать заключение. Значит, диссертационное исследование Зорина Александровна Валерьевича является законченной научно-коррекционной работой, в которой содержится новое решение актуальной научной проблемы развития квантовой теории с неотрицательным функцией распределения в рамках модели квантов измерений в Рыжкино-Уральске. Полученные результаты достоверны, основные выводы, заключения обоснованы, основные научные результаты диссертации достаточно полно изложены в реферируеме научной печати. Диссертация Александра Валерьевича Зорина на тему «Символы. Численная реализация модели квантов измерений в дорогах подобных атомов» полностью соответствует требованию, предъявляемое диссертационное исследование ученой степени доктора физики и поддержки наук, согласно пункту 2.1 раздела 2 «Положение присуждений ученых степеней в нашем федеральном образовательном учреждении высшего образования Российского Министерства Дружбы по народу». Ссылка на протокол номер 12, на 27 сентября 2019 года. Основной вывод, что автор диссертации Александр Валерьевич Зорин безусловно заслуживает присуждение ученой степени доктора физико-математической наук по специальности 05.13.18 «Математическое моделирование численной методы и комплексы программы». Спасибо за внимание. Первое, конечно же, принимаю на себя ответственность за все опечатки, за все нарушения литературного стиля, какие-то, может быть, не совсем полные описания. Что касается программы «Мэпл», то, конечно же, да, имеет свободный доступ, однако для университетов она доступна. Для университетов. Это, на самом деле, обусловило выбор пакета, который мы использовали. Но, вы знаете, жизнь меняется. То, что было доступно вчера, может оказаться недоступным завтра. Поэтому, кто знает, что в этой жизни правильно, а что нет, будем смотреть в будущее, не заглядывая в прошлое. А вот, что касается, может быть, связи с неймонскими измерениями, да. Ну, вы знаете, Юрий Георгиевич, я исходил из того, что, конечно же, все-таки в данной работе мы занимались математическим моделером. Да, есть вопросы, интересные вопросы, относящиеся к сущности квантовой механики, к неймонскими измерениям, к состояниям с минимальной дисперсией. Огромный пласт данных, огромный пласт работы, которую еще можно сделать, где можно найти что-то, очень много интересных вещей. Все говорят, что квантовая механика – это, да, сто лет устарело. Нет. Вот есть вопросы, которые по-прежнему интересны, актуальны, которые развивает понятильный аппарат. И это действительно, может быть, нужно было сделать это и найти время сделать это. Ну, вот, боюсь, меня не поняли бы, так сказать, представители специальности 05, 13, 18, и сказали бы, что ты собрался защищаться по теоретической физике, иди в совет по теоретической физике. Работа была направлена, в первую очередь, на то, чтобы методами математического моделирования внахтуть жизнь в очень красивую, интересную модель и показать, что она может работать, она может давать результаты, она может приводить к интересным выводам и может быть использована. Было крайне жалко и обидно, что есть интересное, так сказать, направление, но оно как-то вот остается в тени. Может быть, это до какой-то степени оправдывает меня в ваших глазах, но я согласен с вашим замечаниям. Да, конечно же, есть интересные темы, которые могли бы найти, какое-то продолжение в исследовании. Спасибо. Большое спасибо. Удетро, я официальный оппонент основного соцсетей. Большое спасибо. Слово предоставляется официальному оппоненту доктора физико-математических наук Церлёва Александрова Николаевича. Александр Николаевич, пожалуйста. Спасибо. Спасибо, уважаемые коллеги. Я хочу повторяться на дизайн. На одном важном аспекте диссертации, который бы остановился. Что это за спит? Ну, в первую очередь, это то, что значительная часть диссертации, как я посчитал, примерно 4,5-м, посвящена старой диссертации. Это показывает определенную смелесть совестателя Александра Валерьевича, потому что, ну, как бы нам сказать, это дает огромную почту для хритики. Вот, все зависит только от фантазии тех, кто будет протоколами. На самом деле, конечно, эта проблема уже лет сто изморала. Проблемы измерения. И как ее решать, что за клуба? Вот, не знаю, если след, как были законы по предыдущему выступающему. Я хочу только сказать, что, конечно, в самом квантовой механике этого в самом квантовой механике не содержатся никакие расходы, которые теоретически могли бы этот вопрос объяснить. То есть, попросту говоря, квантовая механика дает вам только рисовать в очисление обликованного героя, обликованного счастлива занимается в состоянии глубокого метода, вот, и бросил руку калапс-квантовая волновой функция в процессе измерения. Но что конкретно происходит не показывает. Ну, здесь, конечно, как известно, фундаментальная причина, которая заключается в том, что волновая функция и состояние хотя и удовлетворяет именно, почему-то по-разному, не наоборот, но тем не менее никаким физическим формам конечно не имеется. это определенная какая-то вспомогательная величина, как бы к нему не относиться, как бы не пространять получаемые значения. Ну, вот эта значительная часть работы посвящена в частности сравнительному анализу. Всех, по-времену, подходу, понятию измерения луни, конечно, в теории Калышкина-Вертовича. Посылок в общем, значительной степени практически. Как увязать конкретно результаты измерения, которые, конечно же, размышлены случайно взрослым с прибором, с по правилам БОР, в том числе и в этом с прибором, в районе последней степени. Здесь есть много последних, надо сказать, что последние годы теория открыта калантинских систем развивается очень бурно, там и отказ к калантинности, там и введение и введение калантинских калантинских и много что еще. Робот АСКО выбрал неповиденную более такую предсказуемую и удобную модель, когда просто-напросто являются определенные правила фрунтовария, то есть правила сопоставления классического величина каких-то операторов. Ну вот сейчас и степени для геметомера атомов челочных металов в один челочного ряда, вводится разрушение как геметическую часть геметического разрушения и потенциал, то есть геметический потенциал просто размазывается с помощью объединенного фрунта и геметического 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 стати говоря. Ну практическая часть тоже очень важна. Конечно, она посвящена французской 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 механки и вот эта вторая часть бессонкасса содержит уже вполне крупные фактические геметки. Ну, что касается насчислительных частей, я бы сказал так, что здесь у автора такой современный поход, этот поход связан с тем, что в одном комплексе программ реализованного как символные методы, основанные на против обновлении, так и численные методы, без которых конечно будет ответное впечатление от геметов. Поэтому выбрана была система мембов, создан таких программ, ну и таких программ с результатом неплохо. конечного надо проверить за пределы мытья, на более мягкое отродное может быть это будет доступно в других работах. Последствую что-то. Я, вы знаете, буду рассказать, что вот мне отменить, что все участия диссертации, я бы сказал, ходу демократовую часть а также обечислительная часть, как и положено в диссертациях по тематическому регулированию, связанным между собой так по некомплекту. Часто бывает так, что изложена теория, которая повисает и может быть помогает она использовать и соответственно осида все последующие демократовую здесь как раз это важно понять как диссертации которые это единственное демократовую как варсистской демократовую то есть это глобальная часть и фактическая часть посвященная именно собственному уровню какими вычислениям отменить какими отменить сомнений сомнений в актуальности работы ее теоретической практической значимости не понятно я повторяться не буду хочу все детали моего детального отбора сейчас диссертации будут для них доступны но конечно замечание заключительную часть я буду возвращать диссертации правильное достаточно полное отражение содержания замечание по работе диссертации является вполне обоснованным вашим этапом в развитии как альтернативной квантов и теории так и квантов и теории вообще но следовало бы ожидать дата более четко перечисленное направление развития разработки и применения ну так сказать больших роста второе замечание интересным результатом по расчету монографичных невязок в графике проведенного страницы 264-267 следовало бы посвятить более обширного анализа в частности выявленным там минимумом следовало обретать обоснованную интерпретацию используем при этом сравнение с экспериментами замещание 3 рассматривая вероятности квантовых переходов авто влубленного влубленного без нашего работа это работа Пальчикова Виталия Геннадьевича опубликованная физико-стрелка посвященная вероятность вероятности вероятности перехода водородной подборной каждого а также в работе тому же самому больше самому теме посвящено это работа Оли Рацютрика и Карлоса Бунта она как сказать поликонно проявляет физических и физических и комментарий да четвертый замечательно воздумие наглавные параграфы излишне подробно я немножко озвучу значение вопроса начало 9-2 каждое из которых в среднем под 5 подраздел 5-0 опять подраздел однако указанные недостатки не снижают целости результатов и не влияют на общую положительную оценку десертационную работу запрещение десертационное исследование Зорина Александра Владимировича является законченной научно-квалитикационной работой в которой содержатся новое решение научной проблемы развития маркеров учебность на отрицательном пустоте распределения имеющие важное значение с целью применения ее для численных расчетов спектров полевших электронных водородных подмогов и атомов человеческих леталов выделяется обоснованной и развитой гипотезы ослезывает эти теории с сравнением на данный карте и безумия работа соответствует требования предъявляемым десертациям российской ученой степени доктора физики и кемиотических наук согласно пункту 2.1 2.2 по наклонному послужению ученого степени федерального государственного восстановления образовательного училия ДНИ высшего образования российской медицинской дружбы народа утвержденного ученым советом университета номер 15-20 вновь 2013 года а ее автор заслуживает присуждение ученого степени доктора федерального по специальности 05 11 18 математического дружбы 6 в этом конкурсе программа спасибо большое Александр Николаевич есть ли вопросы к Александру Николаевичу если вопросов нет тогда слово для ответа официального доктора для официального оппонента ответа не существует не существует не существует не существует больше спасибо Александр Николаевич и так как я уже сказал у нас по уважительной причине отсутствует официальный оппонент доктор физико-математических наук Гербов Владимир Леонардович поэтому прошу отзыв официального оппонента зачитать нашего секретаря диссертационного совета Демидова Анастасия Вячеслава актуальность темы исследований в середине прошлого века был предпринят целый ряд попыток интерпретации квантовой механики как классической статистической механики со специальной функцией распределения дальше привозит выражение для среднего значения наблюдаемой для классической механики и для квантовой механики и в 1966 году Коэн доказал что эти два выражения для среднего нельзя сочетать в одной квантовой теории если понять что плотность принимает строго положительные значения перехода от механических величин к операторам происходит по правилам квантования в начале 70-х годов Курышкин показал как изменить правила квантования наблюдаемой построил новую версию квантовой механики в которой среднего можно вычислять по обеим порах а функция распределения принимает положительные значения вместо правил в этой теории используется более сложное отображение кроме того если в стандартной версии квантовой механики динамические переменные опи сводятся дефиненциально при самосопряженном операторе здесь уже происходит используем псевдодифференциально и вообще говоря не самосопряженный оператор при этом он с крышкой равна а плюс в крышке где он с крышкой добавка к стандартному правилу квантования является компактным оператором в смысле Йоргенса поэтому нижние границы существенных спекторов операторов с крышкой как и точки дискретных спектров этих операторов могут не совпадать на структуру спектр сохраняется точки дискретного спектра лежат нижней прилипы в своем рождении квантовой механикой обязанной исследованию спектров атомов описание спектральных линий водорода стало еще первым успехом собственно говоря а сама работа Шрёдингера увидела свет в 1927 году после того как Бель нашел точки спектра уравнения Шрёдингера для атомов водорода и убедился в том что они соответствуют наблюдаемым спектральным минимумом естественно используют водород и водородоподобные модели атомов щелочных металл как тестовые объекты и для альтернативы формулировок квантовой механики поскольку скрышка и H отличаются на компактный оператор существенные спектры водорода подобных атомов стандартных квантовой механики и механики крышки не совпадают а ниже нижней границы существенного спектра лежат точки точечного спектра которые в этих механиках не совпадают в цели рассматривания диссертации хватило исследовать это различие сама постановка задач детально модели стандартных тестовых систем в рамках квантовой механики крышки весьма актуальна поскольку без численного исследования последнее представляет собой чисто гипотетическую конструкцию которую нельзя сравнить с результатами натурных экспериментов лежащих в основе квантовой механики в случае успеха такого сравнения мы получаем не просто альтернативную версию квантовой механики но и естественным образом вписываем в круг и день классический стадистический механик вопрос о численном исследовании модели электронного атомного механики Курышкина относится именно к математическому моделированию поскольку для ответа на него необходимо заработать методы вычисления операторов гамметона водородоподобного атома и адаптировать известные численные методы исследования точечного спектра разработанных гонош стандартных квантовых механик исследования более сложных вообще говоря псевдодифференциальных и не самосприженных операторов характеристика содержания диссертационной работы диссертация состоит из введений 9 глав заключения списка литературы с 211 именований и 1 приложение два введения в основном на втором степени диссертационной работы формулировать цель и аргументирован научно-новидное исследование показано практическое иначе справа лучших результатов представлены наносимые на защиту наручных положений первые две главы носят подный характер и приятности на результате предшествия обоснованием необходимости такого построения работы является тот факт что в основе дальнейшего моделирования лежат теоретические подходы и представление отличное широко известное поэтому требую углубленного рассмотрения в первом главе рассматривается математическая модель квантовой механики Курышкина которая отличается общепринятой квантовой механикой и значительно сложнее Копенгагенской модели здесь отмечено что квантовая механика с неоприцательной квантовой функцией распределения является вероятностью на математическом модели квантовой описания системы и таким образом завершает теоретические работы Терлецкого Калахинцева по установлению правил соответствия классической квантовой физики а также реализует предложенную широкую программу объединения классической и квантовой механики в единую математическую модель во второй главе указана связь между работами Курышкина Рукевича и квантовой теории изменений Халева Калстерна интерпретация КНК как конкретная реализация квантовой теории изменений используется далее по всем диссертации следующие две главы посвящены математическому написанию модели водорода подобного атома в рамках КМК в третьей главе рассматривается операторное представление гаметтониана водорода подобного атома в четверти рассматривается структура спектр оператора гаметтонга построенного в предыдущей главе в следующих трех главах описан численный метод исследования модели водорода подобного атома в рамках КМК В основном исследовании положено метод РИЦ, который записывается относительно базисто-штурмовых функций, качества и координат. В пятой главе рассматривается матрица РИЦ оператора гаммельтона. В шестой главе рассматривается ритоператор гаммельтона валентного электрона в атмосферочного металла. Проводится сравнение с полуэмпирической моделью, использованной по ОКМ. В седьмой главе проводится верификация полученных ранних результатов. В ОКМ дисперсии мы предаем увеличение А для системы, находящейся в состоянии, описанной в собственной функции оператора, а с крышкой равна нулю. Однако ОКМ представляет собой пример дисципативной квантовой системы, как это и должно быть с любой реализацией квантовой теории измерений холевых холостом. Поэтому дисперсия теперь не равна нулю, и в восьмой главе рассматривается состояние с минимальной дисперсией. В девятой главе описана программа, использованная для проведения компьютерных экспериментов с водородоподобными атомами в рамках Магдали-КНК. Программа написана в системе компьютерной алгоритмы МЭПУ. Ряд вычислений приводит симпром. В тексте диссертации описаны оригинальные алгоритмы, лежащие в основе этого комплекса программ. В заключении дан краткий отчет по решению задачи, приписанных вводной части. Достоверность и новизна результатов диссертации. В диссертации установлено, что операциональная модель квантовых измерений Кошкина-Буткевича является частным случаем стандартной модели квантовых измерений холевых холостом. В отличие от общего случая, она обладает конструктивными преимуществами. Установлено также, что измеренные наблюдаемые атомы квадорода и атомов щелочных металлов, неглируемые оператором гамильтонного водорода, подобного атома в квантовой механической отрицательной квантовой функции цепотребления, описываются псевдо-диффициальными операторами. Достоверность результатов вычислений подтверждает совпадение результатов вычислений в тестовых примерах с результатами других авторов. В степени обоснованности научных положений выводов рекомендации формулированы в диссертации и в тестоверах. Диссертации содержат ряд оригинальных теорем, доказательства которых были своевременно опубликованы в реферируемых журналах, что вполне подтверждает обоснованность результата. В результате конкультурного моделирования используется широко известная и современная система конкультурной алгебры МЭПО. Достоверность результатов вычислений по предложенному англоиду подтверждается совпадение результатов вычислений в тестовых примерах с результатами других авторов. Научная ценность, проведенная в диссертации теоретические исследования и разработанные на основе этих исследований алгоритмические программные комплексы позволяют включить в результаты модели квантовых соберений экспериментальные исследования опыта и молекулярных структур. Практическая значка. Основные положения диссертационного исследования отражены в 34 печатных работах, из них 14 публикаций выполнены из изданий, фронтируемых в скопус, 18 представленных в изданиях, в которых включены перечень в АКРД. Автор рефериал диссертации правильно и достоверно достаточно полно отражает ее содержание и вопросы критические замечания. Моделация необходимости математического, в том числе численного моделирования КМФК-подхода к тестовым задачам атомной физики для того, чтобы приблизить этот подход к натуральному эксперименту и практическим задачам не вызывает вопросов. Однако нам представляется не вполне достаточным представление в диссертации об основании целесообразных со мной КМК в плане учета, объяснений, экспериментальных фактов. В каком характере и порядок величины отражаемых, ожидаемых отличий от стандартной теории? Поскольку стандартная квантовая механика позволяет достичь высокой точности в описании спектра к водородоподобных систем, можно ожидать малых коррекций, уносимых в уточненной теории измерений. Но в прецизиозной спектроскопии атома на первый план выходят и релятивистские поправки, тонкая и сверхточная структура в университете, что отсутствует в рассмотренных примерах. Возникает вопрос о целесообразности учета малых поправок к грубой теории. В работе отмечается, что КМК наблюдаемый не становится в соответствии с псевдоинференциальным оператором, однако его порядок и символ его нигде не указан. Если судить по выписанной его диссертации и явным выражениям оператора Гоментона Атамова Торота, то описание класса рассматриваемых операторов псевдоинференциальных и, возможно, не самосопряженных представляется чрезвычайно широким. В диссертации автореферация режет ряд и опечаток, не вполне удачных оборотов речи. Глава диссертации, на мой взгляд, следовало букву «Крупнить». Указанные недостатки не снижают общее положительное впечатление о диссертационной работе оппонента. Осознает, что от автора работы по математическому моделированию алгоритма на программ было бы несправедливо требовать отлучать за всю физическую теорию, разработанную до него. Хотелось лишь пожелать проведения более убедительной аргументации и ее пользу в тексте диссертации. Более того, с точки зрения физики, целесообразности в математическом моделировании и разработке численных алгоритмов для экзаменов квадородоподобных атомов, как раз и состоит в создании реальных путей доведения некогда абстрактных подходов и методов практики натурального эксперимента. Эксперименты. Диссертация Зорина соответствует следующим паспортам специальности 05.13.17.1.2.3. В диссертационной работе решена задача численного исследования энергетических спектров валентных электронов квадородоподобных атомов и ионов, атомов щелочных металлов в рамках модели квантовых измерений Куршкина-Валькевича. Полученные автором результаты достоверные, основные выводы и заключения обоснованы. Диссертация Зорина на тему «Симонночисленная реализация модели квантовых измерений водородоподобных атомов» полностью соответствует требованиям предъявляемой диссертации на сыскальные учебные ученые степени доктора физико-математических наук согласно пункту 2.2 раздела 2 положения о присуждении ученого степени и федеральном государственном образовательном учреждении высшего образования Российского университета Другого народа, утвержденного ученым советом ДНКК-12-23-2019. А ее автор Александр Валерьевич Зорин заслуживает присуждение ученого степени доктора физико-математических наук по специальностям 5.13.18 в математическом моделении, численные методы и комплексы программы. Большое спасибо, Анастасия Числовна. Слово для ответа официального оппонента представляется из экспериментального результата. Наверное, если, как указано оппонентом, мы учтем и релитивистские поправки, мы учтем спин, мы учтем еще какие-то вопросы, сделаем побольше матрицу, не 55-55, а 90-90, а может и побольше, вооружимся машинным временем, может быть, так сказать, и в модели будем использовать не 5 функций, а, допустим, 14. Ну, возможно, так сказать, там и встанет вопрос сплотной о точности, о претензионности. Но задача такая не ставилась, нам нужно было показать, что модель работает, верифицировать, убедиться в том, что она дает разумные и правильные результаты и может быть использована для дальнейшего развития. Ну, и новозамечание, я считаю, правильно, ну, просто вот, может быть, потому что мы не брались решать такой вопрос. Что касается псевдодифференциальных операторов, ну, мне кажется, планета немножечко расстроила, что такой страшный псевдодифференциальный оператор, который появился изначально, вдруг по мгновению волшебной палочки превратился в набор элементарных функций. Ну, что же делаешь? Ну, да, вот выбрали такую модель, да, вот выбрали удачный базис, да, вот провели интегрирование и в результате получили достаточно простой вид этих операторов. Но не стоит этому обольщаться, потому что вот сейчас мы учтем все поправки, вот сейчас мы учтем все взаимодействия, и может оказаться, что вот этот псевдодифференциальный характер этих операторов проявится очень и очень выпукло и ярко, поэтому, ну, что сделаешь? Да, это известный факт, что отдельные операторы будут быть выражены как в дифференциальной, так и в псевдодифференциальной форме. Удивляться этого не стоит, да, отдельные псевдодифференциальные операторы, несмотря на кажущуюся сложность, могут превратиться в обычные операторы умножения на элементарную функцию. А так, замечания справедливы, да, возможно, что все эти, так сказать, отмеченные, так сказать, прецизентом проблемы еще и проявятся, когда мы дойдем до более точных начисленных. Спасибо. Большое спасибо. Теперь мы переходим к дискуссии. Есть ли желающие выступить по заслуженной диссертации? Георгий Петрович, это вот просто Сергей Ильич. Это из космоса. Из космоса. Так, ну мне очень приятно было, Александр Валерьевич, слышать именно как физика, как математика, и не только как глаголка. Так что мои поздравления действительно с изначальным докладом. Мне хотелось сделать замечание, касающееся роли Курышкина, Василия Васильевича. Мне пришлось с ним вплотную работать как раз, когда он создавал свою модель, свое направление. И, ну, Василий Васильевич Курышкин был удивительный человек, конечно, с очень оригинальным мыслением. И по всему находил свой подход, оригинальный, не похожий на все, которые в этой области возникали. Ну, и оказалось, что у него интерес был как раз к фундаментальным проблемам. Поэтому, когда возникли вспомогательные функции, вот эти секреты, счетный набор этих функций, на самом деле там два набора, один зависит от координат, другой от импульсов, то возник вопрос об интерпретации этих вещей. Ну, и, значит, Василий Васильевич склонялся к тому, что это некие структуры, которые связаны с реальными квантовыми частицами протяженного характера. То есть он считал, что электроны, которые описываются обычно на ней, как известно, на самом деле не точки, а некие структурные объекты. Но он еще называл структурно-точечные объекты. Ну, это было отдельное направление уже после того, как он перешел к уточнению своей модели, описанию стиловых систем. Вот. Но на самом деле оказалось, и вот, Александр Валерьевич в своей работе, собственно говоря, это подчеркнул, что эти функции могут быть связаны с изменениями, с приборами. Поэтому на самом деле здесь двоякая такая роль. С одной стороны, это структура самих объектов квантовых, а с другой стороны, это некая характеристика приборов, измерящих приборов. И вот это обстоятельство, конечно, усложняет интерпретацию, усложняет вообще весь подход, который был в данном случае разработан. Ну, и надеюсь, что благодаря его совместным усилиям, здесь, как математика, здесь удастся продвинуться в этом направлении. Так что я предлагаю поддержать кандидатуру Александра Валерьевича, присоединить доктора Крисмакова. Ну, и пожелать ему успехов в этом направлении, в развитии этого очень интересного направления. Большое спасибо, Владимир Валерьевич. А я вижу, Евгений Борисович поднял руку. Евгений Борисович, пожалуйста. Спасибо за предоставленное слово. Меня слышно? Да, да, хорошо. Хорошо. Ну, Александр Валерьевич нам представил здесь глубоко проработанный новый теоретический численный аппарат, моделированный и исследованный квантово-механических систем, в частности, позволяющий учесть приема измерений для аналитического и численного исследования этих систем и выявления их реальных квантовых слов. В целом, представленные исследования могут составить основу для выявления наблюдения и технологического использования новых квантовых эффектов, в том числе при создании новых материалов, измерительных и измерительной вычислительной техники. Вообще, я считаю, что речь идет здесь о разработке нового направления исследований, нового научного направления, квантово-механических систем. Такой обобщающей формулировки, результаты, в автореферате нет. Но я считаю, что это должно найти отражение в заключении Совета. Но в заключении своего выступления считаю, что диссертация Александра Валерьевича выгодна, безусловно, достойна присуждения докторской степени и призываю членов диссертационного совета поддержать этот факт. На все. Большое спасибо, Евгений Морисович. Есть ли еще желающие выставить в дискуссии? Владимир Савченко, поднял. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, сегодня неоднократно подчеркивалось, что Василий Васильевич Курышкин был очень талантливым человеком. В нашем диссертационном совете ряд людей, которые лично помнят его именно таковы. Возникает вопрос. Почему он не дотянулся до результатов, которые были сегодня представлены? Ответ. Конечно, скоропостижная смерть. Есть второй вопрос. Вычастительная культура, которая была в 80-е годы, не позволяла столь быстро и успешно решать подобные задачи. Поэтому очень правильно сделал Александр Валерьевич, что представил свою работу по математическому моделированию. И те вычислительные комплексы, которые он называл, это тот конек, который позволил решать многие-многие задачи. Уровень полученных результатов, я надеюсь, члены Черного совета смогли осознать, понять. Поэтому позываю, дружно проголосываясь. Большое спасибо, Ваня. Сергей, совсем коротко скажу. Я знаю, что мы пересиживаем. Тем не менее, такие замечания есть хорошие в адрес Александра Валерьевича. Первое замечание по поводу Василия Васильевича. Он ответил так. Ну где же я еще донесу до общественности о том, что сделал Курышкин? Вообще говоря, известно. Это замечание в адрес научного консультанта. Вообще могли бы монографию написать, а не в рукописи, которые, как известно, не горят, сообщать, что сделал Василий Васильевич. Это первое замечание. И за вами должок, как говорится. Ну, есть и другие люди, которые могли бы нести вклад. Ну, сейчас я ищу тебя о диссертанте. Второе замечание такое. Я заведующий катер, где работает Александр Валерьевич, да, успешно работает. И, ну, пожелание такое. Надо становиться профессором. А профессором нельзя стать без учеников. Никак, да, не станешь. Вот. И это процесс неформальный. Ну, и надо этим заниматься, Александр Валерьевич. А так он, что меня, я, конечно, далек от научного содержания, но я больше всего в ученых уважаю желание понять и настойчивость. Да, но человек, который не вышел из научного процесса, процесс непрерывен, как известно, да, и дошел до докторской диссертации, вызывая всяческое уважение. С моей точки зрения, я буду поддерживать эту работу. Спасибо, Дмитрий Сергеевич. Большое спасибо. Есть ли еще желающие выступить в дискуссии? Есть ли желающих нету? Тогда соискателю предоставляется запутительная служба. Уважаемые члены ученых совета, я признателен вам за то, что вы выслушали, за то, что высказали ваши замечания. Я постараюсь их учесть и использовать в дальнейшей работе. Я признателен своей семье, своим близким за то, что поддерживали меня. Поддерживали меня долгие эти годы, которые потребовали, в общем-то, определенной отдачи. Для того, чтобы все это завершить. Я признателен своим соавторам, часть из которых здесь присутствует, которые тоже помогали мне существенно в наших работах. Я признателен консультанту Леониду Антоновичу, который всегда был вдохновителем и организатором всех наших побед. Я признателен Третьякову Николаю Павловичу. Он ушел. Мы с ним учились в одной группе. У Юрия Петровича постигали азотеолитической физики. Ну вот и до сих пор работаем. До сих пор работаем, Юрий Петрович. Вот так сложилось, так случилось. Работаем в разных организациях. А вот в статьях встречаемся вместе. Ну и, конечно же, я признателен человеку, который взял меня за руку и прибыл в науку. Моему учителю Курышкину Василию Васильевичу. Наверное, с которого все это началось. Спасибо. Большое спасибо. Теперь для проведения тайного голосования предлагается избежать комиссию в следующем составе. Председатель Малых Михаил Дмитриевич, Гайда Материева Васильевна и Сергей Ильич... Гайда Материевна и Сергей Ильич. Значит, если нет возражений, то мы должны проголосовать открытым голосованием. Зачитает Анастасия Ильич Славовна всех по очереди, и каждый или поднимет руку, или скажет что-нибудь, да. Пожалуйста. Свостян, Леонид Антонович. Константин Евгеньевич. Митрий Сергеевич. Да. Я за. Александр Николаевич. Сергей Ильич. Да, но я дистанционный, я не знаю, как это. Да, да, Сергей Ильич, все нормально. Юрий Васильевич. Да. Да. Евгений Борисович. У меня губы шевелены. Михаил Дмитриевич. Да. Юрий Николаевич. Слышно. Ты можешь дальше двигаться? Да. Юрий Петрович. За. Так, Владимир Михайлович. Произвольное заключение. Все. Евгений Дмитриевич. И Евгений Дмитриевич. Да. Да. Да, да. Да, да. Значит, принимается единогласно. Объявляется перерыв. Для проведения тайного голосования. Ну, я думаю, примерно 5 минут нам будет достаточно. У всех пришла ссылка на корпоративную почту. Пожалуйста, прошу проголосовать. Прошло данное голосование. Явка составила 100%. Проголосовали 13 из 13 присутствующих. За. Спасибо. Кто за утверждение протокола счетной комиссии? Прошу голосовать. Опять же, у нас открытое голосование. Прошу, Анастасия Вячеславовна. Леонид Антонович. За. Константин Сергеевич. Адриц Сергеевич. Я за. Александр Николаевич. Сергей Ильич. За. Илья Васильевна. За. Евгений Борисович. За. Михаил Дмитриевич. За. Юрий Николаевич. Юрий Петрович. За. Владимир Михайлович. За. Евгений Юрьевич. Протокол счетной комиссии утверждается единогласно. Теперь нам нужно принять заключение по рассмотре диссертации. Правиль заключения всем членам Совета Белорусска. Есть ли какие-то дополнения или изменения? Нет. Нет. Если дополнений и изменений нет, тогда прошу голосовать, опять же, открытым способом. Кто за принятие текста заключения, прошу голосовать. Сергей Ильич. Сергей Ильич. За. Сергей Ильич. За. Сергей Ильич. Александр Николаевич. Сергей Ильич. За. Евгений Юрьевич. Да. Таким образом, диссертационный совет установил... ...заключение принимает семья гласная, извините. Таким образом, диссертационный совет установил, что диссертация на соискании ученой степени доктора физико-математических наук, представленная Золиным Александром Валерьевичем, является научно-политационной работой, в которой содержатся решения, актуальные научные проблемы, развитие методов исследования энергетических спектров валентных электронных водородоподобных атомов и ионов, атомов щелочных металлов в рамках модели квантовых измерений у Курышкина-Луткевича и их реализации в виде комплекса программы. Работа отвечает всем требованиям и диссертациям на соискание ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 05.13.18 Математическое моделирование численных методов и комплекса программ согласно пункту 2.1.раздела 2 Положение о присуждении ученых степеней в Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования Российской университет дружбы народов, утвержденного ученым Советом ВДН, протокол номер 12 от 23.09.2019 На основании тайного голосования Зорину Александра Валерьевича присуждается ученая степень доктора физико-математических наук по специальности 05.13.18 Математическое моделирование численных методов и комплекса программ. Есть ли у присутствующих замечания по ведению заседания? Нет. Если замечаний нет, то разрешите поздравить Александра Валерьевича с успешной защитой диссертации. Повестка дня текущего заседания исчерпана. Спасибо. Спасибо. Спасибо.